Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Начинается «Мужская пятница» на 101.0. Здравствуйте всем! Хорошего дня, хорошей пятницы. Ведущие «Мужской пятницы» Николай Голиков и Владимир Сметанин. Вот это Николай Голиков, сейчас был голос, а я Владимир Сметанин. А вот сейчас голос Владимира Сметанина, да, чтобы нас не путали, как всегда. Ну, по традиции, вначале мы говорим вам о том, чему посвящена сегодня будет «Мужская пятница». Сегодня мы, к сожалению, обходимся без Романа Веселкова. Да, Роман отбыл в город Москва. Променял наш город на Москву. Москва. Временно, временно, то есть возвращение-то состоится. Поэтому сегодня программы «Голый весел» не будет. Но зато сегодня такой карт-бланш для Светланы Удельной. С целую вторую половину дневного разворота она будет разыгрывать билеты. Мы все вместе будем задавать вопросы к нам. Я думаю, что Удельная потихоньку просто выжила. Веселкова. Я советую вам, Коле и Володе, напрячься по этому поводу. Там просто была интрига. Это был первый. Как бы еще и нас не выжили, ты полагаешь? Первый, да, вылез. Все. Ясно. Уже неприлично не представить. Да, потому что голосов много, и никто не понимает, откуда они звучат. Давайте по порядку. Хорошая фраза. Михаил Шевелев, советник Вятской торгово-промышленной палаты по вопросам экономики и налогообложения. Добрый день. В такой руле сегодня Михаил. Самый серьезный человек за столом, он в очках. Коммерческий директор газеты «Репортер» Владимир Маматов. Самый несерьезный человек. Да. И без очков. У него перстень и часы. Буквально на последних секундах перед началом нашего эфира наш главный редактор Светлана Занько дала согласие зайти и пронаблюдать, чем мы тут будем заниматься. До сих пор я уклонялась от своих прямых обязанностей как главный редактор, а здесь меня уговорили наконец-то за три года первый раз. Я пришла понаблюдать, как ведут себя в эфире, я бы так сказал. Тема у нас сегодня такая, ну не то чтобы она вот прям вот животрепещущая, но она как раз начинает трепетать, размышленческая тема. Нет, она уже абсолютно животрепещущая, почему? Потому что, допустим, плакаты с Рахимовым, которые с Уралхима, Рахимов с Уралхима. Депутат Закособрания. Да, но они висят по всему городу, 99% вперед я даю там девятку, что этот человек идет в Госдуму. То есть он не заявился, не баллотируется, никто об этом не говорит, но совершенно ясно, что этот человек будет выдвинут на Госдуму. То есть выборы пошли. А Сергей Доронин сделал великолепный календарь, на котором поиздевались. Прекрасно совершенно, где Сергей Доронин в виде лесоруба, в фирменной рубашке, в фирменных джинсах, с легким средиземном русским загаром. Прекрасно выглядящий. Настоящий наш... С гневудской улыбкой, да? Да, да. Не, не, он поддерживает имидж серьезного вдумчивого человека, поэтому он суров. Он держит топор, как Раскольников с царухой проценничества, он объявлен банкуртом недавно. Вот, признан, точнее. Прекрасная вещь. А его признали разве уже, вроде бы там отложили? Там, насколько я знаю, его представитель в суде согласилась, что 268 миллионов. Да, действительно, довжочек такой есть. Ну вот, видимо, отрабатывает на лесу. А, ну да, то есть нарубит и отдастся нормально. В общем, поясняю. Попросту говоря, мы сегодня будем говорить, высказывать свое мнение по поводу предвыборной движухи. Отличное слово. Я бы даже уточнил так вот. Движуха, которая выразилась в таком вобилии каких-то странных объявлений. Нас приглашает школа муниципального депутата. Вот я видел много объявлений. Я видел школу молодого депутата. Нас-то как раз не приглашают. Нет, нас не приглашают ни туда, естественно, ни сюда, и более того, ни с той стороны, ни с другой. Не учиться, ни преподавать. Ты похож на молодого депутата, извиняюсь. А так как школ этих много, а вот если так вспомнить, подумать, да, людей, которые могли там чему-то научить, то их вообще-то мало. Мы их всех знаем. Вот мне становится интересно, кто и кого в этих школах учит. Вот так мы ставим вопрос сегодня, да. Давайте на чем-то вам не нравится. Подождите, все-таки перед этим все-таки сообщим номера наших телефонов 211-101, прямой эфир. Вы тоже можете позвонить и высказаться. Я прям вот конкретно хочу спросить, у вас слово депутат с каким словом ассоциируется? Хороший вопрос. Только не надо цитировать песню Шнура, а не надо этого делать. Лгун, лицемер, хороший, достойный. Почему ты начинаешь с этих вещей? Ну хорошо, давай. Давай наоборот, хороший, достойный. Да, ассоциируется с лгун, лицемер. Держи себя в руках. Хороший человек, ответственный человек, вот прям умница, герой, нищетный человек. Сейчас какой-то сарказм звучит у тебя. Нищедя живота своего, отстаивает интересы. Давай еще третий вариант. Не знаю, не готов, бесполезное явление. Никакой, да, никакой. Человек, который вызывает доверие у людей, которому доверяют свои голоса, чаяния и надежды. Надеясь, что он воплотит, так сказать, в жизнь. Ты сказала слово «сограждане так?» Сограждане. В общем, вот так, 211-101, да, что у вас ассоциируется в душе, в голове со словом «депутат», номер для СМС 8909-720-101 и 0. И, кстати, еще про камеру скажу, да, есть на сайте. Про видеокамеру. Про видео и аудио трансляции нашего эфира. Мы тут облепили наш стол практически круглый. Ну и опрос у нас есть еще. Да, у нас есть на сайте опрос. Мы спрашиваем очень простой вопрос, задаем. Какое образование, по мнению наших слушателей, необходимо современным депутатам и политикам? И четыре варианта ответа. Первый. Вопрос с Валентином Николаевичем Пугачем. Возможно, да. Интересно, он, кстати, ответил или нет. Образование по специальности государственного муниципального управления – это первый вариант ответа. ГМУ. Да. Экономическое либо юридическое образование – второй вариант ответа. А бог с ним, с образованием был бы человек хороший. Третий вариант ответа. Он сегодня звучал насчет хороших людей. Ну и четвертый вариант образования. Не важное. Главное – опыт хозяйственной работы. Володь, у нас есть ответы уже? Есть, конечно. Предварительные итоги и на сайте, и на нашей странице ВКонтакте. Лидирует вариант ответа – экономическое либо юридическое образование. А еще что у нас там есть? На втором месте, по крайней мере, на сайте образование. Не важно. Главное – опыт хозяйственной работы. Вот так вот. Ну и бог с ним. С образованием был бы человек хороший. И ГМУ. За ГМУ вообще никто не голосует. А то есть управлять никому не нужно? А бог с ним, с образованием – 8%. 8%. Вот такие результаты. Кстати, вот… Михаил Шевелев. Это что? Управлять не нужно. Это законодательная власть. Как сказать правильно? Посчастливилась, не посчастливилась. Но присутствовал я в одной деревне в этом году на предвыборной агитации, скажем так, да? Когда человек… В этом году или в прошлом? В прошлом. В прошлом, естественно. В 2015-м, когда были до выборов в ЗАГС-собрание. И, честно говоря, про законодательную власть на этих мероприятиях практически не говорилось. То есть какого-либо там образования, экономическое, политическое тоже не обсуждалось. Главное будут две вещи. То есть пообещать, что вот чего-то и сделано. И по большому счету, ну, сказать, что вы за меня проголосуете, у вас жизнь изменится к лучшему. Почему? Потому что за мной стоит очень большой, как бы, влиятельный, известный всем завод. И, соответственно, он вам поможет вот здесь, здесь, здесь. Я даже догадался, в каких краях ты был на собрании. Ну, я здесь озвучивал. Сейчас не будем повторять. То есть это, на самом деле, очень популярная картинка. И вот я заметил просто то, что про законодательную власть, про то, что депутат должен обладать хотя бы базовым пониманием того, что значит закон, как он исполняется, что значит, в общем-то, за буквой закона реальная жизнь. Я полагаю, что это, ну, на сегодняшний день, к сожалению, в культурной среде не является каким-либо приоритетом, вообще пониманием даже. Я вообще подумал, что экономическое образование, наверное, мешает депутатам. Знаешь, почему? Потому что если человек обладает экономическим образованием, он никогда не скажет, что он в следующем году эту плотину построю, потому что он будет понимать, что это невозможно. Нечестно получится. А если у него нет экономических знаний, он может посетить за что угодно. Коль, мне очень нравится пример с переездом в Нововятске. Его обещает построить абсолютно каждый выбирающийся в Нововятске. И каждый год, последние 12, они его строят. Он передается по наследству. Да, но самое интересное, что сказал по этому поводу недавно наш глава города, Быков, или я не помню, или Перескоков, кто-то сказал, говорит, ребята, при таком графике снижающемся движения поездов на РЖД, скоро этот переезд просто будет не нужен. Потому что он будет ездить один поезд в сутки. И никому не помешает. Так что проблема сама рассасывается, видишь? Ну что, к молодым депутатам? Да, надо понять, собственно, кто их хочет. Вот смотрите, какую информацию нашел в сети. Ну, одна из школ у молодого депутата, не буду говорить, какой партии принадлежит, но всем понятно, я думаю. Проект школы молодого депутата направлен на выявление... Мне вообще непонятно. Володь, извини. Нет, если она молчала, это Единая Россия. На официальной страничке ВКонтакте. Молодая гвардия. Молодая гвардия Единой России, да? Молодая гвардия, которая этим занимает герой. У Володи даже лицо меняется, когда он начинает читать. Проект школы молодого депутата направлен на выявление молодых кандидатов в их обучение. Володь, Володь, тебе сделают заказ после этого эфира, ты как-то сразу корректируй. То есть, естественно, гонорар придется пилить на пятерых. Сопровождение во время работы избирательной кампании и так далее и тому подобное. Дальше оговаривается возрастной ценз участия. В общем, все могут приходить, все, кто желает. Что интересно, смотри, вот в Кирове несколько школ проходят. В Кирове, кстати, в этом году муниципальных выборов нету. Думы-то у нас не выбирают городскую, да? Нет, они в следующем будут. У нас выбирают ЗАГС Собрание, это областное мероприятие. Думы, это вообще, так сказать, всенародное. И у нас избирают представительные органы в районах. Вот мне вопрос такой, а кого в Кирове-то готовят и для чего? Коля, это наивность. То есть полтора года будут готовить? Полтора года. Выбор назначен на март. Ну, предварительная дата, это март следующего года. Остается, грубо говоря, год. То есть пора уже? За год, в моем понимании, это нормальный срок. На самом деле, там готовят и преемников, наверное, даже и может быть не через год. Я просто фотографию видел в ВКонтакте. То есть на самом деле, это очень серьезные люди. В галстуках они просто даже учатся подавать себя. Нет, те, кто учатся? Да. То есть фотографии, они очень содержательно показывают, собственно говоря, саму суть школы, саму суть того, что передается, собственно говоря. То есть это не студенты там учатся, да? Вот такие не совсем молодые люди, а уже состоявшиеся такие вполне? Нет, там, скорее всего, студенты. То есть там, судя по возрасту, это молодые люди. А, то есть студентов учат носить галстукой пиджакой, правильно понял? Вот я так увидел, честно. А, ну да, да. Очень благородно вести себя на публике. Ну да, наверное, пафоска к содержанию, это очень важное знание. А на лицах университное выражение депутатское? Или все-таки человека, который одел паспорт? Знаешь, как бы оно уже присутствует, проскальзывает, потому что депутатские заседания, они ведь нелегкая очень работа. Серьезная, да. И нужно работать, голосовать, читать, вникать. Это не мелочь по карманам, я согласен, что тут надо серьезное лицо уметь делать. То есть они умеют делать серьезное лицо, носить галстукой пиджак, правильно? Нет, ну это все понятно, Михаил Анатольевич, вот такой вопрос. А вот вывод, да, вот глядя на эти лица, вы представляете, что вот те лица, которые сейчас в гордом воздух возьмут и уйдут, и эти возьмут и придут, и все это будет мирно? Я, честно говоря, подозреваю, что ничего сильно не изменится. То есть в данном случае будут так же голосовать. Содержательно у нас останется пафос. То есть ты, в принципе, допускаешь, что по фамилиям-то изменится состав Дома городской? По фамилиям я уверен, что он изменится. То есть, а вот с точки зрения по содержанию, ну, мы считаем, кто за кем, кто чей. Поэтому, ну, посмотрим. Выборы покажут ближайшее. Мне вот интересно, а кто преподает этим студентам? Ну, хорошо, их повязать галстук и носить пиджак и делать серьезное лицо, это занятие для преподавателя актеровской школы на час. А что, они остальное время учат? Затрудняет ответить, к сожалению. И самое главное, кто их учат? И чему их учат, мне бы еще хотелось узнать, потому что если речь идет о избирательной кампании, то там ведь, я не знаю, там туда ставят возрастное ограничение. 45 плюс, наверное, да, потому что если молодому человеку, который ничего... Дорожаемые ведущие и гости этого стола, я-то думала, что вы сегодня здесь собрались, и хотя бы один из вас точно знает, кто там есть, кто учит и чему. Вот Володя нам подсказал, кто есть. Потому что... Нет, вы-то, вы. Потому что я-то рассчитывала, что вы все-таки приоткроете завесу тайны, а поскольку наши слушатели тоже молчат, 211-101, 211-101. Между прочим, Володя очень хороший вопрос придумал. С чем у вас ассоциируется... С каким словом, с каким понятием, с каким качеством ассоциируется слово депутат? Да, потому что это очень важно и интересно. Звоните, пожалуйста, и говорите. Депутат — это, в моем понимании, это очень интересно. Потому что я вот сейчас сижу здесь как родитель, правда, еще очень молодого, совсем молодого человека, женского пола. Ну, однако, если бы у меня был ребенок-выпускник в ВУЗе, например, и он мне пришел бы и сказал, «Мама, я иду завтра в школу молодого депутата или помощника депутата», я бы хотела понять, как на это реагировать вообще. Какое у него будущее? Сказала бы я сынок или дочка, «Счастливого пути тебе на этой стезе, на этой дороге». Это очень хорошо, это правильный выбор. Ты ответственный человек, у тебя золотые перспективы. Света, а мы как вообще школу выбираем? То есть мы же выбираем по преподавателям, мы выбираем по репутации, то есть мы выбираем по тем людям, которые могут научить нашего, ну, как бы так, ребенка. А вот интересно, у отдельно взятого депутата в нашем ЗАГС-собрании или в Думе есть репутация, или у нас, вот знаешь, у этого органа целиком какая-то единая репутация, которая сложилась в мозгах у избирателя, ну, или у нас. Мне очень нравится фраза «репутация органа». Да, я старалась. Мне кажется, эта фраза характеризует великолепно нашу Думу. У этого органа есть репутация. Нашу местную Думу или нет? Да, потому что мы же знаем из всего органа одного-два члена, правда же? Где-то так. Все, опаснее, опаснее разговор становится. Это ваша реакция. Давайте дальше. Вот. Я-то думаю, Свет, что мы как раз на твой вопрос и ответим к концу передачи. То есть что ж ты скажешь своему молодому человеку женского пола? Не своему молодому человеку. Да, гипотетически. Гипотетически, да. Если бы был ребенок-выпускник в муза. Ты скажешь, да, вот иди туда, или наоборот, подожди-ка и подумай. И перед тем, как идти в некую школу молодого депутата, подумай, чему тебя там будут учить и чем ты после этого станешь. Вот мы о чем, я думаю, сейчас и поговорим. То есть смотри, ведь просто быть-то депутатом выучить можно, наверное, да? Но для этого, чтобы быть депутатом, надо сначала избраться депутатом. А вот здесь начинается такая часть истории, очень веселая, да? Потому что если вот молодому человеку женского пола, скажем, 23 года, да, и он заканчивает вуз, мне кажется, да, что вероятнее всего знания об избирательной системе ограничиваются законом Российской Федерации о выборах и Конституции Российской Федерации. Ну, это очень глубокие знания. А это, между прочим, да. Но жизнь-то ведь обстоит несколько по-другому ситуацию в жизни, насколько я знаю. Мы, предположим, вот та же молодая гвардия Единой России, то есть она работает, скорее всего, по линии материнской партии, надо полагать так. Они же никакую свою программу придумали. А вспомним, да, как у нас возникла фракция Единой России в городской думе. Про 500 рублей еще не забыли? И как вот детям в 23 года кто же скажет, наконец, что же нужно, чтобы стать депутатом? Это очень просто рассказать. Вот я и говорю, что надо ставить возрастной цензу, это есть плюс. Я смотрю на тебя просто с трепетом. Скажи. Если это очень просто, скажи. А. Ты, Володя, знаешь об этом больше, чем я. Ты можешь рассказать, наверное. Не надо перебрасывать мячик на мою сторону, Света. Мое выступление уже закончилось. Давай ты. Что нужно для того, чтобы стать депутатом? Да. У нас на самом деле не так много времени, как вам кажется. Ну, во-первых, нужна команда, раз. Финансирование, два. Абсолютно четкое понимание того, как делать выбор. Абсолютно четкое. Технологическое. Такое же, как понимание у рабочего станка, который точит деталь. То есть там вариантов никаких нет. Это технологические операции. То есть там это не Рембрандт, это не штурм Эвереста. Поэтому называется политтехнологией. Правильно? Да, совершенно правильно. Это наука. И вот у меня по поводу всего этого того, что мы видим с МГР, там все остальное. Я плохо себе представляю, что депутаты могут преподавать что-то похожее. Депутатов избрали. То есть депутаты, это в большинстве своем, это говорящие головы в телевизоре. Не более того, их сделали такими. Но сами, как это делать, они не знают. И чему они, собственно, научат детей с галстуками, с серьезными лицами, с пиджаками, которых они набрали. Они им расскажут о том, что... Чем они занимаются там. С избирателями как работают. Да, это прекрасно. Я же говорю, что перед тем, как работать избирательно, сначала избраться. А вот этот момент как раз оставляет сомнение. Вы расскажите нам, пожалуйста, для чего создаются эти школы молодого депутата. Туда приглашаются молодые люди, которые через год, например, в марте месяце, когда у нас будет избираться городская дума, будут делать что для этих пригласивших и учителей? У меня есть, откровенно говоря, Света, у меня есть гигантское сомнение, что с школой подобной молодой гвардии, куда набираются эти студенты с галстуками, они предполагают выпустить людей, которые действительно займут места в думе. Я предполагаю, что это очередной фейковый проект. Зачем? Ну, для чего? Неопонимо освоить какой-то бюджет, необходимо отчитаться. Раз, освоить бюджет, что вот мы готовим помощников депутатов. Два, есть элемент волонтерства. Да, да, да. На любых выборах нужно очень много людей, пушечного мяса нужно много. Да, да, да. И на самом деле... Какая разница в определениях волонтерства и пушечное мясо? Ну, тут я спорить не буду. Хорошо, Михаил, волонтерство. Мысль в том, что на самом деле у молодежи на сегодняшний день существует некое понимание того, ну, как бы скажем, того лифта, который может предложить система выборов. То есть ты должен туда войти, ты должен засветиться, тебя заметят, тебе дадут должность. Главное засветиться. Чтобы на тебя обратили внимание. Ты должен, собственно говоря, совершить некие шаги в правильной партии по отношению к правильным людям для того, чтобы получить, грубо говоря, правильную должность. И, соответственно, тем самым ты становишься успешным в глазах сверстников и все остальное. На самом деле, ну, вот если брать школу как школу, которая учится, которая занимается просвещением, мне кажется, преподаватели должны быть ближе к тому, о чем говорит Володя. То есть это люди, которые понимают, что... Политехнологи? Ну, политтехнологи между выборами. Кто у нас? Кто? Ну, собственно, журналисты, специалисты по связям с существенностью. Преподаватели. Маркетологи. Маркетологи, да. А с точки зрения идеологии, это там, честно говоря, как бы, ну, философии-то немного бывают. Но, на мой взгляд, вот я, ну, сколько там занимаюсь вещами, связанными с социумом, с политикой, как раз погружение с точки зрения понимания, что стоит, что такое там политический маркетинг. Что такое, вообще, зачем мне депутатство? То есть определиться, ну, просто... Извини, перебью. Ты говорил о социальных лифтах, это абсолютно правильное определение. Молодой человек может хотеть выбраться, участвовать в какой бы то ни было политической школе, только с одним вариантом. Это дает ему возможность встать на ступеньку выше. Конечно. Все. Основные ли варианты исключены, я вообще не представляю себе людей, которые, ну, нет, они есть, наверное, но их маленькое, небольшое количество, они в Ганине в основном обитают. То есть, которые исключительно из каких-то внутренних побуждений вдруг решат это сделать. То есть, шаг на следующую ступеньку. Но у меня нет ощущения, что школы по дом ДМГР, они могут вывести на следующую ступеньку. То есть, почему? Потому что отбор людей, которые попадут, на самом деле, на следующий этап, он осуществляется не преподавателями этой школы, я уверен, абсолютно, но он осуществляется другими людьми. Я думаю, даже так вот... А, есть звонок, да? Есть, да. Давайте примем, алло, слушаем вас. Алло. Да, слушаем. Как вас зовут? Меня зовут Владимир. Владимир, ну вот конкретный вопрос поставили. В общем-то, мне 64... Мне 64... А послушайте... Мы вас слышим, Владимир. Мы слышим вас, да. Не волнуйтесь. Я-то, видите, вот вопрос какой у меня, не то что вопрос, хочу, значит, поделиться своим мнением о депутатах, да? Вот смотрите, у нас, допустим, вот выборы, которые вот сейчас, срок уже заканчивается, да, все депутаты обещали, так сказать, мероприятия по увеличению бюджета, да, потому чтобы было все по справедливости. А на самом деле, придя в Думу, значит, образовали, так сказать, 11 должностей, да, которые, так сказать, именно расходовали бюджет. Да, Владимир, извините, пожалуйста. Вот, определение депутата, дайте определение депутата. А насчет школ молодого депутата я следующее могу сказать. Молодежь-то ведь она с хорошими намерениями идет, наокунувшись в эту бучу депутатскую, понимают, что сделать-то практически то, что они думали, невозможно. Да, Владимир, извините, пожалуйста, дайте короткое определение депутату. Вот с чем вы у вас ассоциируете? Депутаты, это, знаете, в общем-то, вот я говорю, сразу хочу сказать, что у вас вот Голиков в депутаты вполне подходит. Как, Голиков в депутаты разница? Голиков в депутаты, спасибо. А теперь, стоп, а теперь определение депутата. Так, определение, это человек, который, в общем-то, должен обладать, в конце концов, юридическими, экономическими знаниями, знать все проблемы. Вы до сих пор верите в это. Отстоять и как-то решить. Владимир, скажите, у нас фактически такие депутаты невозможно. Я думаю, что бесполезно продолжать. Владимир, извините. Ну, Голиков вот прозвучало. Болтун, то есть, такой как Голик. Нужен Болтун. Человек, который болтает на любую тему, о чем не спросить. Николай Николаевич, не согласен. У меня тут все-таки просьба к нашим слушателям. Вот звоните, давайте короткие характеристики. Более конкретно, да, говорите. Депутат это для меня. 211, это один. Ну, мы имеем в виду депутата любого уровня, да? Вообще. Ну, да, то, что как человек, любого уровня. В Российской Федерации, джентльмены в Российской Федерации. В Российской Федерации. Тогда уж леди и джентльмены. Болтун. Михаил, вы хотели парировать. Ну, не просто Болтун. Ну, в принципе, Болтун-то это про любого из нас, можно сказать, наверное, да? Ну, это у нас рабочий орган. Рабочий орган. То есть, ну, конечно, умение доносить свою точку зрения, умение убеждать, оно является одним из основных. Но что за этим стоит? Либо стоит это популизм, либо стоит это опыт понимания того, как это все устроено, как это все работает. Вот это две принципиальные, на мой взгляд, разницы. И что касается Николая Владимировича, понятно, что он очень хорошо представляет. У него очень мало иллюзий относительно того, как это все работает. Что-то начинает все походить на какую-то предвыборную акцию, ребят. Давайте сразу, давайте. Я думаю, что поэтому он не собирается никуда идти. Да, вы именно поэтому точно никуда не собирается. Я совершенно не понимаю, почему человек не может стать депутатом Кировской городской думы? Пелесть какая. Николай Голик, депутат Кировской городской думы. Владимир Владимирович. Я готов не мерить. Так, несколько лет у нас до рекламы все-таки. Да, давайте все-таки вернемся к нашим школам. Чувствовать все-таки присутствие главного редактора Голикова, да? Ну да, есть такой моментик. И попробуем все-таки сказать, хорошо, хорошо, Голиков идеальный депутат. А может ли школа вот такого создать? Да, может, конечно. Вообще школа может. Не это в данном случае, а вообще школа как, скажем так, система передачи образов поведения с точки зрения тех преподавателей многоплановых. Еще один звонок у нас разрывается в эфир. Давайте успеем до перерыва. Слушаем вас. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Дина Ивановна. Здравствуйте, Дина Ивановна. Дина Ивановна, вот четкое определение депутата для вас. Для меня? Да. Что такое депутат для вас? Или кто-то? Это просто, знаете, отвод глаз бездельников. Они ничего не делают. Вот я где-то по осени шла и останавливала людей и спрашивала. Как вы считаете, кто для вас депутат враг или друг или кто? Так все ответили. Враг. Враг. Спасибо. Спасибо. Это гораздо жестче. Даже не болтун. Обазна достаточно вела себя на улице с таким вопросом, подходя к людям. Представляешь, она ей попала себя быть депутатом. Прервемся давайте все-таки на рекламу, продолжим затем. Вот уже некая картинка у нас получается, как воспринимают депутаты в народе. Прерыв. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжаем наш эфир. Напомним, в гостях у нас Михаил Шевелев, Владимир Маматов, наш главный редактор Светлана Занько. Говорим мы в том числе про школу молодого депутата. Можно ли вообще вырастить и взрастить народного избранника? И кого? И кого мы взрастим. Ну а вас мы, слушатели, спрашиваем, с чем у вас ассоциируется? Что для вас? У нас как раз звонок, Володь. Давайте выслушаем. Алло, слушаем вас. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Я Евгений. Евгений, вы нам подсказал редактор, представляете некую депутатскую линию как раз-таки, да? Я представляю молодежный парламент Кировской области. Очень хорошо, Евгений. То есть вы как бы тоже такой, условно говоря, депутат. Вот наконец-то, наконец-то. Молодой депутат. Молодой депутат, да? Евгений, кто такой депутат? Депутат, на мой взгляд, это предстоитель народа, который знает проблемы изнутри. Он живет в доме, он живет в районе, и он знает, что происходит. И он старается каким-то образом улучшить жизнь граждан. Евгений, скажешь... Очень хорошо. Вот я поддерживаю вас, Евгений. Абсолютно согласна с тем, что вы говорите. Сколько вы уже в этой, так скажем, системе проходили ли вы через депутатскую школу? Через депутатскую школу я некую прошел, участвовал в избирательных кампаниях. Сколько депутатских кампаний вы прошли? Я прошел в две губернаторские кампании. В качестве кого? Помощников. То есть я помогал избирать. Функции помощника в чем заключались? Агитация. Агитация. В каком виде агитация? Ее миллион вариантов. Что вы делали конкретно? Общался с людьми и представлял непосредственно своего кандидата. То есть это был от двери к двери вариант, правильно? Да, от двери к двери. Ваш кандидат победил? Нет. Оба раза? Оба раза не победил. Оба раза не победил. Сколько людей, кроме вас еще, на этой кампании работали от двери к двери? 10-20. Немного. А многие ли остались вот так, как вы, вот в этой системе сейчас? Кто с вами работает? Нет, ну как в предвыборной кампании люди привлекаются именно на кампанию. То есть постоянно это работает так. А как получилось, что вы остались в политике? Мне интересно. Есть желание улучшить жизнь граждан. А перспективы вы видите? Кем вы видите себя вообще в будущем? То есть вы хотите стать депутатом таким полноценным? Избраться в представительную органу власти? Избраться. Но чтобы избраться, на мой взгляд, нужно набраться некого опыта. Вот, Евгений. Вот, вы видите, вот, как набраться опыта, кроме участия в кампании? То есть есть ли для вас на сегодняшний день какой-либо инструмент образовательный, да, через который вы бы могли твой опыт, ну, скажем так, между кампаниями нарастить? Да, работа с избирателем. То есть решение их не проблем. Не так, чтобы вот завтра выборы, а сегодня я пришел и начал говорить, что я хороший. А именно систематическая работа с избирателем. То есть работа с избирателем в межвыборный период. Ну, это не школа, Евгений. Это все равно школа, это школа, это практическая. Это общая деятельность. А вот вы в Володежном парламенте имеете такую возможность вот оказывать помощь людям? Мы, как бы сказать, имеем, но нас не слышат. Кто не слышит? Нет, это какая-то формулировка фантастического варианта. Имеем, но нас не слышат. Это как это? Не слышит старший парламент. Нет, прекрасно. То есть фактически вы никакой возможности не имеете. Потому что если вас не слышат, вы не получаете никакого результата. Значит, ничего вы сделать не можете. Следовательно, возможности у вас нету дальше. Парламент создан, на мой взгляд, чисто для галочки, что он есть. Потому что он есть во всех субъектах, и он просто нужен быть. Так, каковы роли этого выиграть. Ну, это честно, красиво и хорошо. Вы ответили, спасибо. Позвольте, я все-таки спрошу. Евгений, о какой партии идет речь? И кто ваш патрон? ЛДПР. ЛДПР. Спасибо. Спасибо. Спасибо, удачи. Накинулись на парни. Человек, между прочим, прекрасно. Совершенно отличный человек. То есть, дай бог, чтобы таких людей было побольше. Которые достаточно трезво обсудили ситуацию. И имеют, на самом деле, практический опыт. И пытаются его получать. По крайней мере, он понимает, что без работы с избирателем. Без понимания простых людей. Без схождения от двери к двери. Ничего не получишь. Ты как человек довольно-таки опытный. Смотри, вот та же самая работа от двери до двери, да? Ее ведь опыт этой работы, пока сам не походишь, не получишь. Не получишь. Не помощник никто. То есть, в школе тебя этому не научат? В школе молодого депутата, имени Единой России и так далее. Да любой школе, имени там, кого угодно. Я не знаю. Но в моем понимании, любое преподавание избирательной конструкции, оно должно совершенно разное. И люди от финансистов, маркетологов, рекламщиков, людей, которые организуют хождение от двери к двери, организуют встречи. Там очень много элементов, которые надо знать. Просто точно, совершенно знать. Для того, чтобы в момент выборов, потому что если ты пытаешься взять эту высотку, грубо говоря, нахрапом, то есть пройдя от двери к двери, да, ты можешь в очень удачной ситуации получить какой-то результат. Но чаще всего массовая агитация, слухи или смс, или сарафан, без разницы, сарафанное ли это радио, что-то еще, телевизор. Телевизор мощный по-прежнему, прекрасный, великолепная вещь, как и радио, кстати. Могут все твои усилия похоронить. Если ты не знаешь, как это делается, шансов у тебя на самом деле нет, несмотря на все твои благи и намерения. Ну тут еще вопрос перед тем, как пойти от двери к двери, надо же сначала, чтобы еще вот эта вот юридическая часть прошла, там сейчас куча всяких фильтров, куча всяких бумаг. В общем, человек, который делает переходы от двери к двери, думать об этих фильтрах или о бумагах, он не должен. Это не его функция. И на самом деле я согласен с Володей, потому что, скажем так, депутат это все-таки тот, кто с избирателем работает, тот, кто стремится что-то сделать. То есть мы должны разделять, то есть есть технологи, которые должны передать знания, чтобы депутат будущий, скажем так, их ими обладал и представление имел. Но кроме того, в основе это лежит его желание и работа именно с избирателями. То, что человек делает, то, что ходит, и сама технология двери к двери, там, ну это всего лишь частичка маленькая-маленькая. Не, ну в каких-то выборах там уровня сельского поселения, там другой способитации практически невозможно. Ну а там, в принципе, там все-все знают. То есть там, там-то как раз принцип, то, что ты здесь живешь, ты здесь работаешь, тебя все знают. На виду здесь, да. И поэтому там проблема с людьми, которые хотели бы выбраться, потому что их всех уговаривают. Пожалуйста, станьте. С другой стороны, вот, Володь, ты говоришь, что депутату не нужно это знать будущему, но если он не будет знать технологических моментов, то как он соберет себе команду? Сам-то по себе ведь он никто без этой команды. Да, совершенно правильно, я тоже так думаю. Я думаю, что вот как раз задача школы-то вот было бы передать вот эти вот механизмы и знания, как формировать команду, как, вот, Володя правильно сказал, там, экономические знания, правовые знания, знания психологические, знания, связанные там с маркетингом, там, да, то есть политическим. Ну, а это... Ну, взаимоотношение со СМИ это вообще отдельная тема. Да, общение со СМИ, то есть это очень большой план, на самом деле. Тут же за Николай Голиков кинули головами, да, да. Там, где будет преподавать Николай Голиков в школе общение со СМИ, я думаю, что есть смысл записаться, даже если вы не думаете. Нет, мне все больше нравится вариант преподавать, депутат Кировской городской думы Николай Голиков. Я знаю, где там, я только что хотела сказать, что, Миш, мы вполне можем это сделать здесь. Ну, в прямом эфире. Да, а что, откроем в прямом эфире, да? Это было бы интересно. Мы бы смотрели на то, что происходит вокруг и разбирали с точки зрения политтехнологии. Это прекрасная школа. Например, мы могли бы делать трансляцию. Например, ты уже начал, ты с этого начал программу, рассказывая про одного довольно привлекательного человека, обавера, который висят на улицах нашего города. Да. Вот. Ну, таких примеров пока мало. Да, но они будут появляться. Ну, сейчас у нас будет веселье большое. Если смотреть за тем, что происходит в области, то, на самом деле, очень активно уже работают несколько очень сильных фигур. Активно, очень давно работают, с прошлого года еще начинают. Зарыбливают пруды, проводят конкурсы рыбаков, дарят лодки моторные. Все идет своим чередом великолепно. Интересно, я не слежу последнее время? Концерты устраивают массовый частот. Помню, в Варбашском районе. Это знаете, такая вещь. Слушай, скажу, Володь, в Варбашский район, по-моему, 15 концертов коллектив из Кирова дал по всем деревням. Там этого не видели 5 лет. Ну, и, соответственно, следующие 5 лет тоже не увидят. И везде на всех афишах написано, кто этот концерт организовал для них. Сам понимаешь, что в село, куда даже с хлебом пробраться не могут, когда приезжают артисты, это праздник. Слушай, замечательно. Как, на Ваш взгляд, вообще в этом году борьба за избирателя такая? Рубилово жестокое будет? Рубилово жестокое. Боюсь, что пока еще оно не жестокое, потому что рубиться некому и не с чем. А вот, думаю, так, в 17-м году... К марту месяцу, да. Городскую думу. А когда будет повеселее, в принципе, вообще, и в жизни нашей, я думаю, повеселее, мы это начинаем чувствовать. И еще веселее себя почувствуем. Вот в тот момент как раз люди зашевелятся. И надо будет что-то говорить самое главное людям другое. Потому что дежурным рассказом я не уверен, что даже 500 рублей будет работать хорошо. Тысяча, наверное, нужна будет уже. Да, я... Инфляция в евро. Но я думаю, что если найдутся умные люди, которые просто предварят вариант с тысячей, да, то есть просчитают его заранее и предпримут меры, чтобы он не состоялся, он не состоится. Это возможно. Но на самом деле будет ли жесткое рубилово не жесткое, но выдающиеся произведения, которые выдают кандидаты в депутаты, они выдающиеся по уровню фантазии, креатив потрясающий. Люди, которые им делают, это гений. Это просто гений однозначно. То есть это страдивария на пиле. И жест такой сейчас был указывающий на себя. Что закрадываются у меня какие-то подозрения. Нет, но суть в том, что разбирать в эфире вот эти вещи, это крайне интересно. Это очень интересно. Представляете, за неделю кто что сказал, как сделал, как себя повел, где что напечатали. Давайте сделаем, потому что никаких проблем нет. То есть сборник такой. Я все время очень любил собирать приезы. Это очень любопытно. Мы можем вернуться к этой тематике. Чтобы люди, которые сходили куда-то и что-то сделали, услышали, что они сделали на самом деле, например, вот в этот момент тоже. Вариант невесты, да? То есть то, что происходит сейчас в автопроме, да? Наши невесты не ломаются. Нет, это бледно. Я даже не удержался. У себя на Ньюселе написало две новости. Сначала АвтоВаст наехал на Хиндай. Да, Хиндай ответил. Хиндай кинул ответку. Но это было бы еще ничего. Потом подключился Форд. Ну как же без меня, сказал Форд. Нет, там уже две креянки сидят, смотрят, и все говорят про невесту. У нас Фиеста, сказал Форд. Нифига подобного. Ауди сказал, девчонки, не ссорьтесь. Ниссан сказал, смотри по сторонам внимательно, выбирай невесту сам. Потом Пежо объяснил, что и партнер, и невеста теле-теле-теста. Volkswagen Polo. Volkswagen Polo, наши невесты в Polo. Ну и что-то еще там было, да, спортивные, без комиксов. Но когда продавцы аккумуляторов и изготовители шумоизоляции подключились к этому же, что они заведут любую и зашумят любую с теми же невестами, я понял, что... Друзья, когда наши кандидаты в депутаты так активно будут вести свою избирательную кампанию и парировать в таком темпе... Ну, это мечта, это мечта, это хотя бы шоу, которое... Слушай, если в конце концов в этих школах научат делать шоу, то нам, по крайней мере, будет весело. И на самом деле сегодня вот это шоу может немножко расшевелить, потому что сегодня очень много количества людей, особенно молодых, есть впечатление о том, что там все решено, там бюджеты есть, там все будет, ну... Все должности распределены, все мандаты распределены, поэтому как бы это шоу-то оживит это, да. Я тебя перебью, потому что... 20 секунд. Да, 20 секунд. Один единственный момент, что у меня нет ощущения, что молодые люди думают так. У меня ощущение, что вот те, кому за 30, там 31, 32, это понеслось, да, дальше, то есть более-менее состоявшиеся какими-то деньгами и так далее, они прекрасно понимают, что нынешняя, допустим, Кировская городская дома устарела. Это старый механизм. Мы это разберем. При следующей встрече. Неоднократно еще возвращаться будем, видимо, к этой теме. Спасибо нашим гостям, Михаил Шевелев, Владимир Мамотов, Светлана Заньком, мы с Николаем Голиковым не прощаемся, вместе со Светой Удельной вернемся во втором часе. Пойдем в кульпоход. До свидания.